Защитная система Ни для кого не секрет, что любая страна выделяет львиную долю своего бюджета на оборону. Государство всегда должно быть готово к внутренней или внешней угрозе, войне, терактам, саботажу. Армия, воздушный и морской флот должны оснащаться и постоянно модернизироваться новейшим вооружением. Тело человека также окружено множеством врагов и постоянно находится под угрозой их агрессии. Эти враги – бактерии, вирусы и прочие микробы. Они могут быть повсюду в окружающей нас среде от вдыхаемого воздуха до питьевой воды. Однако большинство людей не подозревает, что человеческий организм располагает мощной армией, противостоящей неприятелю, защитной или же иначе иммунной системой. Это настоящая армия солдатами и офицерами различных родов войск, специально обученная и использующая свою новейшую технологию вплоть до химического оружия. Каждый день и даже каждую секунду эта армия отражает натиски вражеских сил, будучи на страже нашего здоровья. Война между ними может носить характер как локальных стычек, так и тотальной войны. Эту тотальную войну мы называем болезнью. Суть этой войны почти никогда не меняется. Агрессор, вторгшийся в суверенный организм, пытается замаскироваться и ввести в заблуждение оборону противника. Оборона же посылает разведывательную группу с целью обнаружить неприятеля и, согласно полученным от них данных, начинает производство соответствующего оружия. Вслед за чем армия вступает в горячую схватку, наносит поражение врагу, объявляет прекращение огня, очищает поле битвы и на случай повторной агрессии неприятеля предусмотрительно заводит дело с подобной информацией о ней. Давайте же рассмотрим эту любопытную войну поближе. Осажденная крепость – тело человека. Тело человека походит на крепость в осаде. Враги постоянно ищут уязвимое место, брешь в этой крепости. Стеной же этой крепости является кожный покров человека. Содержащийся в клетках человеческой кожи кератин представляет собой труднопроходимый барьер для бактерий и грибков. Чужеродные агенты на поверхности кожи не могут преодолеть эту преграду и проникнуть внутрь организма. К тому же внешний слой кожи, содержащий кератин, постоянно шелушится и обновляется нежележащим слоем кожи. Таким образом, эти незваные гости, будучи зажатыми между слоями кожи, удаляются из организма вместе с мертвой кожей по мере ее обновления. Проникнуть в организм они могут только через рану на коже. Редактор субтитров А.Семкин